Все те же разговоры, почем и что иметь, из моды вышли М, что были с Бонни. Вспомни творчество самого известного советского барда Владимира Высоцкого, поклонники его песен в Шимкенте собираются в день рождения исполнителя. Устраивать вечер памяти в областном русском драматическом театре стало доброй традицией. Музыканта уже нет 36 лет, но его наследие до сих пор воодушевляет поклонников. Высоцкий имел такую привилегию говорить то, что он хотел, и напоминать людям, что они люди. И поэтому, конечно же, вероятно, не только ему нельзя было заткнуть рот, в общем-то, потому что его песни часто были довольно скандальные. И он был иногда и полуофициальный, и неофициальный в некоторых кругах. Но, тем не менее, он нужен был для тоталитарной власти, как некая душина, некий клапан. А для народа он действительно изменил сознание людей. Под гром аплодисментов на сцену драмтеатра выходят не только известные шимкентские исполнители, но и те, чьи жизни неразрывно связаны с песнями Высоцкого. Особыми гостями на вечере памяти стали музыканты и барды из Ташкента, Тараза и Алматы. Каждый коллектив исполняет песни Высоцкого по-своему, но непременно вживую, без фонограммы. Человек с большой буквы, я считаю, потому что это, ну не знаю, одна из глыб, что ли, на которой, может быть, зиждется мировоззрение многих, по крайней мере, ну, есть такое вот. Он какой-то как в фундаменте, он сидит в сознании человека, именно как в нравственном отношении, отношении к миру, к людям. По словам организаторов вечера, с каждым годом почитателей творчества Высоцкого становится все больше. Об этом говорят заметно помолодевшая аудитория и ярое желание молодых местных исполнителей и коллективов участвовать в вечере памяти. Особенно хреблю, но изменить-то надеюсь не рискую, ведь если я душою покреблю, он ни за что не выправит гремую. Мы омолодели, вот группа «Орфей», группа «Скарльтвейн», и что хочется похвалить эти команды, они очень ответственно по-молодому и по-задорному относятся к этому. То есть они мне уже звонят за год, за четыре месяца, и мы уже готовимся, мы делаем вот такие-такие-такие вещи, и они действительно готовятся. Шемкенцы любят и помнят Владимира Семеновича Высоцкого, а цветы и овации всем, даже непрофессиональным исполнителям наглядное тому подтверждение.